1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварок и сегодня мы с вами будем разговаривать о адмирале когт потому что в субботу у нас будет призыв древних шардов на лидера хаоса вальдерона и адмирала когти ну и я собственно желаю всем удачи потянуть вальдерона ну а кому не повезло и плутали когтя ну что ж сочувствую а почему сейчас все узнаете я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую при том дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку на самом деле данный герой достаточно интересно со своей механикой но по факту он становится шамиром только из древних почему спросите вы ну вроде как у него и талант хороший увеличивает пробивание то есть это игнорирование защиту за каждые 10 процентов недостающих хп до 30 процентов то есть как только у него хпшка падает до 40 процентов и ниже у него плюс 30 процентов к игнору брони в принципе сочно также первая пассивка у него очень красивая после каждых трех атак теряет пять процентов своих хп и навсегда повышает наносимый урон на 6 процентов после того как эффект сработает 10 раз базовая так и заменяются на навык уничтожитель кровавой бури которые повышают атаку еще на 20 процентов но также еще увеличивают и интервал атаки а эффект бичеватель душ перестает накладывать на цели эффект оглушения каждая совершенная так расходует пять процентов текущих возле наносит 180 процентов урона основной цели до 40 процентов распространенного в нескольким врагам урона рядом с основной целью красиво много урона все должно быть вообще великолепно то же самое после того как у него сработает уничтожитель кровавой бури у него включается вторая пассивка бойня которая повышает урон наносимый врагам с хпшками ниже 40 процентов на 30 процентов то есть тоже ищу больше урона но все ломает на самом деле его ульта и первый навык потому что на ульте он притягивает до пяти врагов в пределах дальности нанося им 350 процентов массового урона ну как бы да окей но это разово на три секунды ульта стоит 500 то есть на какое-то время будет копиться на массовый вариант из-за этого его не особо прикрутишь но мы попробуем посмотреть что он может там показать ну и собственно база в первую очередь атакует врагу в пределах одной плитки нанося 120 процентов урона это хорошо все пускай будет если в пределах одной плитки нет цели сначала накладывает эффект бичеватель душ притягивая одного врага в пределах дальности атаки лепью нанося 150 процентов урона и накладывает эффект оглушения цели нельзя выбрать в воздухе так вот раньше эффект оглушения у него с горем пополам но вешался на семраха сейчас как бы все спасибо до свидания хватит больше нет его там по балансе чуть-чуть он теперь не вешает оглушение на семраха точнее один знак вешает и как бы все далее на соло арене тоже из-за своих притяжений очень мерзко сейчас вам все покажу но изначально давайте глянем урон на комбасе то есть я зашел с ним и взял двух гопников для проведения счета так вот 87 с половиной миллионов урона на клан босса причем он у меня был все время на лоу хп он был у меня под лидеркой гана ну и также был под вдохновением долор и такие цифры он нанес в то время как хекс и сайлас дали достаточно красивые результаты своего урона теперь давайте посмотрим на арену предположим взяли мы фул состав хаоса вместе с керенкой для того чтобы она давала нам монетки начинаем бой сразу ставим керену потому что монетки нам нужны для выставления наших героев ну ставим как всегда собаню собаня начинает бить учим еще авто ульту для того чтобы было максимально правдоподобно как это работает также ставим потом ордею все хорошо они прекрасно убивают всех кого надо и не надо это до выхода когти то есть как бы у нас вот остается одна плитка здесь ну либо сюда поставить его куда угодно но так как у нас потом будут выходить крипы которые дамажит аурой ставим за будущего танка когтя и коготь начинает притягивать к себе крипов наши дд не бьют и крипы как бы весело гудея бибикая махаются с когтем и киреной все можно поставить танку уже танка поставили и вот они даже не успели потычки дать как у коготь снова притянул крипа к себе и как бы спасибо до свидания то есть наши два дд здесь уже особо даже и не нужны и как бы вот если мы поставим когтя куда-нибудь за собаку ордаю поставим сюда то коготь будет притягивать вот этих вот крепочков которые выходят и они шотнут собаку потому что аура ну и также по урону конечно же я бы не сказал что прям фонтан и ну что же давайте теперь попробуем на массу и как это происходит у меня только вместо когтя у меня стоит rd посмотрим насколько будет выгодно и профит на его здесь использовать на сразу скажу что невыгодно и непрофитно по той простой причине что он стоит 18 ардея стоит дешевле и как только у нас сейчас пробегут крипы то на выходе следующей волны я спокойно могу поставить артею сюда здесь как бы ну уже не могу потому что 18 монет которых нужно копить и хаска пока это все дело перед мы ускоримся можно поставить когтя ждем пока включится хаса и вот это вот все очень долго происходит но ничего мы терпели вы ему подождем все забрели волну хорошо об одного крепочка спер крепочек возвращается обратно но как бы да из плюсов то что крепы которые были сворованы творят дичь как бы сами видите да что вот один еще пробежал здесь стоит улыбается ну ладно предположим мы его сейчас убьем еще хас и но это уже долго бы нам уже трон горит и все это весело где бибика происходит особенно если учесть тот момент что сейчас на арене все эти стулья и все остальное поэтому как бы до тяженько давай тебя включим давай еще тебе ульту включим чтобы ты максимально всех притягивал и поставим затычку да то есть ардэя бы давно это дело распилила коготь к сожалению стоит и потихонечку пинает все что может пинать давайте авто ульту всем и как бы вот ну такое себе удовольствие да он как подтягивает крепочка в чет кого-то убивает но все равно дольше чем хотелось бы поэтому прискорбенько особенно стоимость 18 ну мало приятного согласитесь и как видите вот крепы прибежали все все кончилось спасибо до свидания единственному который я видел прикольный с когтем это на гвг когда он стоит где-нибудь в конце за спиной там двух танков например там и потом притягивает к себе какого-нибудь бойца то боец изначально пока он притянут когтю он с ним дерется а потом он отходит от когтя через танка и цепляется на танка потому что креп должен вернуться на свое место откуда его забрали это единственный плюс данные механики но честно вот адмирала когтя как бы ну я не вижу на самом деле в нем смысла как в герое поэтому на самом деле кого-то это вот так и есть шамир в синих призывах только здесь он в красных да он есть но толку от него особо нету и на самом деле куда-то его прикрутить я даже не вижу смысла и и в его прокачки и в залите его навыков и в его использовании потому что как таковой перст ну вроде есть а вроде нет как тот же самый шамир но пока у нас нету даже фракции хаоса поэтому может быть там он заиграет но на самом деле сомневаюсь тем более когда нам ведут фракционки то посмотрим поэтому максимально всем желаю удачи вытянуть вальдерона ну а кто полутал когтя тем сочувствую а на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи